Музыка. Не каждая женщина наверху так возьмет, какие он берет ноты. Он же мистер экстравагантность. Он обучал меня переодевать полностью костюм и менять полностью свой имидж ровно за 30 секунд. Сергей Пенкин по праву считается одним из самых ярких артистов российского шоу-бизнеса. Эпатаж, сплошной эпатаж. И самым недооцененным. У меня всегда все поздно. В Гнесинку от 10 лет вступать, поздно выходить на сцену, поздно получать звание заслуженного артиста. Почему Сергей Пенкин сбежал от родителей и жил в нищете? Спал на полу, на кухне там. Грызешь семечко, ты поел. И как над артистом издевались одноклассники? Разбили окно, все свалили на меня, а мне платить нечем. Почему певцу 10 раз отказывала приемная комиссия Гнесинки? Сидят несколько профессионалов, и если только одному исполнителю не нравится, вся комиссия могла зарубить это. Он как гаркнул, она его завалила. Почему пришлось взять в руки метлу? Более по городу я увидел объявление, что требуется дворник. Помогали Сергею расчистить двор от снега. За что Пенкин не взлюбил Николая Баскова. Дайте людям похлопать народному артисту, кумиру миллионов, любимцу публики. Я считаю, что на сцене должны быть талантливые, а не блатные певцы. И правда ли, что песни Сергея в стоп-листе на всех радиостанциях страны? Это не формат. Почему не формат? Ну, потому что это я. Ну, вот он в интервью, например, как-то сказал, что музыка русского радио вызывает рак ушей. Что после этого ожидать? Как получилось, что принц Серебряный стал в шоу-бизнесе изгоем? Просто для других я, наверное, ну, кость в горле. Но при этом умудрился заработать миллионное состояние. Основной костяк аудитории Сергея состоит из так называемых мам-генералов. И почему артист так и остался одиночкой и боится приходить после концертов домой? Совершенно раздражает. Может, я сумасшедший? Смотрите в документальном расследовании «Один в поле Пенкин» из Дворницкой на сцену. Премьера на Муз-ТВ. Легендарный лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец. Зачем топтать мою любовь? Рокеры нового поколения. Группа «Три дня дождя». Рок не просто жив, он вечен. Сергей Бабунец. «Смысловые галлюцинации» против «Три дня дождя». Больше сорока лет Сергей Бабунец выходит на сцену и каждый раз сияет и переливается, словно бриллиант. Сегодня у него концерт в Москве. И заодно только выступление он меняет пять образов. Гардероб Пенкина уже стал легендой. Столько страст на единицу ткани. Некоторые наряды весят полсотни килограммов. Готовьтесь. А как? А как вы? Ну, представьте, если каждый камень где-то там, скажем, грамма по четыре. Его фирменный аксессуар «Пилотка», а также другие экстравагантные головные уборы. Это я пел в «Доме музыки» или не знаю, не помню где. Других артистов за такой эпатаж могли бы захейтить, а то и отменить. А Пенкина, наоборот, таким и любит. Его костюмы всегда будоражат. Вот мы видим Пенкина в этом чепчике. Он органичен. Почему? Органичны песни, органичны выступления и органичны он в этом образе. Перед каждым концертом помощник артиста проводит особый ритуал. Своего рода операцию «Пшик-пшик». Весь зал опрыскивается духами из личного арсенала самого Пенкина. Ну, для того, чтобы создать атмосферу, люди должны чувствовать мое присутствие. А как он строит свою команду перед выступлением? Истинный перфекционист. Я не знаю, почему так первое время не было слышно. Вообще была пустота. Ну, сегодня я знал от этого. Для зрителей певец выкладывается на полную. Упивается овациями, искренне радуется каждому подаренному цветку. Охрана, уберите, пожалуйста, от один из заборов. Можно, чтобы люди подходили к сцене? Ну, что ж такое? В 2009 году Сергей попал в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель голоса с неповторимым диапазоном – целых четыре октавы. Но при этом мало кто может припомнить его хиты. А что он поет? Ну, не могу так прям сходу сказать. Не могу даже вспомнить. Ну, в основном там вокализы какие-то в голове у меня возникают. Да, вот это его знаменитые... Услышать его песни по радио невозможно. Их попросту не берут в ротацию. Ну, во-первых, у меня потому, что музыка другая. Во-вторых, я не пою долго, играю еще одну пластинку в одном стиле. У меня же есть и классика, у меня есть и джаз, у меня есть там попсовые песни. Лишь в конце 2023 года его, наконец, наградили за заслуги. Ну, вы знаете, когда мне сказали, что я получил занять заслуженный артист, я сначала так стоял в номере, и у меня что-то так, это голова сгружилась, я чуть-чуть упал от такого эмоционального восторга. Вопил Сережка в телефон, я заслуженный, я заслуженный. Я говорю, недалеко и до народного, я ему сказала. Удивительно, но чтобы по праву называться заслуженным артистом, ему пришлось ждать 40 лет. Для сравнения, Филипп Киркоров получил награду в 4 раза быстрее, а еще через 7 лет стал народным. Я, наверное, что-то в этой жизни делаю и пою не зря. Николай Басков получил заслуженного всего через 12 лет после официального старта карьеры. Дайте людям похлопать народному артисту, кумиру миллионов, любимцу публики. Как Сергей Пенкин стал чужим среди своих в российском шоу-бизнесе? Он такой человек, достаточно острый на язык, а потом удивляется, почему его куда-то не зовут. И почему талантливый певец был вынужден целых 12 лет работать дворником? Сладкий вкус малинны на твоих губах, ты моя половина, свет в моих глазах. Бэйби Тунай, бэйби Тунай, девочка, ночь, ты меня называй. Все это мило, 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 мило. И теперь за ним я вижу, как на ней летает царя. И вот уже готовы домой начаться на века. Плохая девочка. Пенза. Город с населением в полмиллиона человек, в пятистах километрах от Москвы. Таких в России десятки, но именно сюда Сергей Пенкин приезжает с особым трепетом. Это твоя родина, ты не имеешь права облажаться, и ты должен достойно выглядеть. Притом, если ты заслуженный артист, значит, ты должен подавать знак качества. В родном городе его знает каждый второй, а каждый первый хочет сфотографироваться. А все увезли, все увезли. Пензион хочет выглядеть на все сто, хоть стричься во время тура и считается плохой приметой. Вот она, кастрольная жизнь, здесь я во время концерта, ну, надеюсь, что все будет хорошо. Не суеверный? Ну, когда ты так. Не надо смотреть у меня такими глазами, суеверный. Затем на кладбище навестить маму и папу. Те, кто родители их вспоминают, это плохие дети. В честь родителей Пенкин построил в городе церковь. И, как ни странно, именно в церкви много лет назад начался его творческий путь. Я же начинал свое деятельство с церковного хора, у меня мама в церкви работала, поэтому я в каждом городе, если есть возможность, хожу в храм. Не для показухи, как некоторые это делают, а по-настоящему. А в этой скромной пятиэтажке когда-то жил маленький Сережа с сестрами, братом и родителями. Мама Сергея Антонина Николаевна работала уборщицей в городской церкви, а отец Михаил Павлович – машинистом. Обстановку в их комнате Пенкин решил оставить такое же, как в его детстве. То есть все вроде как красиво, но открываем, здесь ремонта не было где-то 40 с лишним лет. Почему решили оставить его такой? Как память. В квартире по-прежнему живут сестры певца – Валентина и Раиса. Они помнят, как родители едва сводили концы с концами, чтобы их прокормить. Когда пришла пора отправлять Сережу в школу, даже на цветы не нашлось средств. Пришлось пойти на хитрость. Мы с подружкой на кломбе нарвали цветов ему, и он пошел в первый класс, значит, в школу, и говорит, Рая, что ж такое-то? У всех такие красивые цветы, а у меня? Я говорю, зато запомнится учительница навсегда. У нас не было там сильно забили еды. Не было конфет там, не было тортов, не было холодильника, не было телевизора, но была любовь, понимаете, самое главное – любовь. Вот и первая учительница Сергея Антонина Михайловна рассказывает, Сережа Пенкин – улыбчивый и добрый парень, сразу же располагал к себе. Пришел такой стройненький, голубоглазый, светловолосый. Ну-ка, сейчас найдусь, ребята. Не узнал. Мурный, щердитый, черезный, а он вот лицо как есть, так есть, и легкая улыбка такая, постоянно с улыбочкой. И все-таки школьные годы были для него испытанием. Одноклассники словно чувствовали, Пенкин другой, не такой, как большинство ребят. Бегали по школе там, озоровали, разбили окно, и все свалили на меня. А мне платить нечего. Ну, приходилось там как-то отрабатывать потом. Да это шлопух был. Кто-то что-то навредил, а видели Пенкина – это значит он. А он сказать-то не может, нельзя отказаться-то. Молчит, молчит, как партизал. Уже тогда этот парень был с характером. У Пенкина были свои понятия о чести и совести. А еще он не выносил, когда при нем коверкали слова и имена. У меня был случай, когда в дверь постучалась девушка, пришла к маму брату. Я говорю, кто там? А говорит, а Вовка дома? Я говорю, не Вовка, а Володя. Хорошо, Володя дома? Я говорю, Володя дома? Нет. И дверь не открыла. Родители водили Пенкина во всевозможные кружки. Но больше всего он тянулся к музыке – благородному, высокому искусству. И однажды на семейном совете Сережа заявил – он собирается стать артистом. Они не воспринимали это сначала. Ну, ты любишь музыку? Ну, люби, ну, найди себе хорошую профессию. Петь – это было немножко постыдно в советское время. Человек должен работать. Пенкин стоял на своем и в 14 лет отправился покорять столицу. Поехал в Гнесинку поступать, потому что только в Гнесинке на весь Советский Союз был эстрадный пение. Почему юный талант получил отворот-поворот? И как Сергею Пенкину без связей и денег удалось закрепиться в столице? Спал на полу, на кухне там. Погрызешь семечко – ты поел. Москва. 1984 год. Пару дней назад никому неизвестный Сережа Пенкин провалил очередной вступительный экзамен в музыкальное училище имени Гнесиных. Это была далеко не первая безуспешная попытка поступить в Гнесинку. И, увы, не последняя. Я звонил маме, просил там, говорю, мам, вот если можешь там рублей 10-8. Она мне где-то 14-15 раз свои пенсии присылала. Жить было негде. Однако судьба ему улыбнулась. По счастливой случайности в парке Горького Пенкин познакомился с парнями, которые работали на заводе. Они его по доброте душевной и приютили. Я рассказал ситуацию. Вот поехали к нам в общежитие. По две-три кровати. Мне кровать, конечно, нет, я же там нелегальная. Я вот спал на полу, на кухне там. Погрызешь семечко – ты поел. Но вот так на птичьих правах в столице долго не протянешь. Без работы в те годы в Москве можно было находиться три дня, не больше. Более по городу я увидел объявление, что требуется дворник. И я как раз на хилком переулке, на стоженке. Я там стал работать дворником. Работа дворником дала ему самое главное – прописку и квартиру. Полуподвальную, дворницкую, но свою. И вот этой дворницкой стояла и пианино, выкрашенная, как я помню, кистью. В белый цвет, чтобы оно было более, так сказать, соломным таким. Целых шесть лет Сергей вставал с позаранку и подметал двор. А затем отправлялся на тусовки. Столичная жизнь набирала обороты. Пенкин быстро подружился с другими начинающими артистами. Жанна Гузарова, группа «Мистер Твистер», Богдан Цветомир. Столько шоу-бизнеса собиралось. Такое ощущение, как вот квартирники такие были. Вот ко мне столько народу приезжало. Иногда участковый заходил. Потому что если какой-то шум был на районе, то всем было и понятно, что это у Сережи Пенкина собрались бездельники московские. Друзья засиживались в Дворницкой допоздна. А наутро тоже брали в руки лопаты и метлы. В их числе и будущий кинорежиссер Егор Кончаловский. Мы иногда помогали Сереже расчистить двор от снега. Как он помнит. Я этого не помню, но как он помнит. Значит, было. Через него очень много людей перезнакомилось, переженилось. Он какой-то был все время вот этот центр, к которому тянулись. Все пытались очень многие помочь ему и подкормить, потому что он был очень худой, голодный. Ну а вечерами Сергей пел в московских варьете при гостиницах. Иностранцы его обожали. Хозяева были готовы платить молодому артисту приличные гонорары. Он говорит, я тебе буду платить 50 рублей за вечер. Я говорю, сколько? Он говорит, 100 рублей за вечер. Я говорю, сколько? Он говорит, ну не хами. 150 рублей за вечер. Я в шоке. Ну и, конечно, здесь я уже начал помогать родителям. Все так вот как так пошло. Он работал в одних самых крутых ресторанах тогда. Где-то как по каким-то, так сказать, бандитским мероприятиям. Деньги в него летели. Певец сиял ярче всех. Ему важно было отличаться от серой массы. Пенкин в свое время, в 90-е, уже вовсю прям был звездой во всех смыслах этого слова. Киркоров одевался на тот момент намного скромнее. Потрясающий голос, необычный стиль. Даже Виктор Цой обратил внимание на молодого артиста. Они столкнулись на гастролях в Ивпатории во время сборного концерта. У Пенкина прямо перед выступлением отлетели стразы с брюк. На помощь пришла будущая жена Виктора – Марьяна. У меня были штаны такие, типа арабские, смотнёй такой. И вот мы их пришивали блёстки. Ну мы вместе с троём сидели, смеялись там и пришивали. Особенно Виктора забавляло словечко «малыш», которое часто использовал Сергей. И впоследствии лидер группы кино использовал его в своей культовой песне. Малыш, ты меня волнуешь. Может быть, это было, когда мы там собирали вещи, такой «О, малыш». Малыш, кукляшечка, дрестатушечка. Вот у него-то был целый-целый словарик, на котором он разговаривал в 90-е. На советском телевидении Пенкин появлялся редко. Одним своим видом он показывал, что подстраиваться под законы телевизионной цензуры он не будет. Но амплуа ресторанного певца Пенкина вполне устраивала. Пока остальные артисты эстрады мечтали, что их когда-нибудь пригласят дать концерт за рубежом, Пенкин вместе со своим варите объехал полмира. Был с гастролями в Германии, Италии, Канаде, США. Мы поехали к небоскребам сфотографировать, потому что у нас же такого не было. Парень подошел, говорит, откуда? Говорим, из СССР. Говорит, да ладно. Я показал паспорт, он удивился, говорит, не хотели бы завтра выступить в группе «Роллинг Стоунс». Я говорю, я не знаю. И он говорит, с ума сошел, быстро, давай. Именно роллинги, как рассказывает Пенкин, дали ему прозвище «Принц Серебряный». Что музыканты имели в виду, не совсем понятно. Возможно, аристократичные манеры и звонки «Голос Пенкина» натолкнули их на такой эпитет. Зарубежных гастролей Сергей вернулся настоящим профессионалом. Даже в Гнесинку наконец-то поступил с 11-го раза. Прошлые попытки были провальными. Председателю приемной комиссии не нравился ни сам Пенкин, ни его голос. Он как гаркнул, она его завалила. Второй раз гаркнула, она его завалила. Все изменилось, когда заведовать кафедрой эстрадно-джазового пения назначили Наталью Андриянову. Я говорю, да ты что, у тебя же золото в глотке. Я не то что взяла, я его загробастала себе просто-напросто. Ну а почему ему пришлось так долго ждать? У меня всегда все поздно. В Гнесинку хотите лету вступать, поздно выходить на сцену, поздно получать звание заслуженного артиста. Как Пенкин стал изгоем в эстрадной тусовке. Его не увидишь ни на премиях, ни на каких-то таких там сборищах артистов. Просто для других я, наверное, ну, кость в горле. Почему у певца так и не получилось построить семью и обзавестись детьми? Не найдем. Сценатура очень одинока. Многие очень одинокие. И о чем больше всего сожалеет серебряный принц российского шоу-бизнеса. Вот, оно сразу чисто, вот. А потом ты собираешься с этой стороны. Сложно представить себе другого заслуженного артиста, который готов поучаствовать в любой авантюре. Он с легкостью берет в руки метлу, прямо как 40 лет назад. Регалии, признания, дорогие костюмы, ерунда. Перед нами все тот же беспечный мальчишка. И с этой стороны никак, блин, хорошей. Он свободный от природы. И делает он то, что люди даже не ожидают. Яркий, эпатажный и уникальный. Такой не только Сергей Пенкин, но его дом в Подмосковье. Дизайн интерьеров певец придумывал сам. Тут и разнообразные статуэтки, и картины, и рыцарские доспехи, и фотографии. С этой певицей мы вместе пели, баквокалистка Майкла Джексона. Особенно певец гордится своим личным концертным залом. Из рождения здесь отмечали, и отмечали здесь Новый год. По-разному, как все получается. На постоянной основе Пенкин тут не живет. Но планирует именно здесь встретить свою старость. Причем мечты артиста весьма необычны. В них нет спокойных посиделок с семьей и внуками. Вот я хочу в этом доме сделать дом престарелых, приглашать стриптиз, джазовых музыкантов, плавать в бассейне. Артист не скрывает, понянчить наследников он не против. Да вот только семью и детей у него завести не получилось. Почему? Сергей сам до конца не понимает. То ли постоянные гастроли помешали, то ли его личные страхи. Вот мне говорят, вы не хотите там завести собаку. Представляете, завести собаку, это за ней надо ухаживать, гулять, туда-сюда ходить, мыть, я не смогу этого. Зато племянников Пенкин воспитывает как родных детей. Особенную любовь Сергей питает к племяннице Екатерине. Это дочка его родного брата Владимира, который погиб в 90-е. Катюша певец практически заменил отца и с ложечки кормил. И когда пришла пора выдавать замуж, Пенкин лично отвел девушку к алтарю. Приехал, и он сделал все. Это был наш первый танец, ЗАГС, это было вообще все. Это и помощь, и поддержка, и скорее я с ним даже, наверное, не как с папой, как с другом. Но все равно избежать одиночества не удалось. Сейчас остаться одному – его самый главный страх. После концертов Пенкин едет куда угодно, только не домой. А если и приходится заезжать на свою квартиру, обязательно включает музыку. Когда без музыки, все еще как тихо, меня совершенно раздражает. Может, я сумасшедший. Так он гасит свою тревожность. Когда у него появляется возможность с кем-то пообщаться, послушать музыку, переключиться, он уходит от своих собственных мыслей. Какие мысли гонит от себя Пенкин? Казалось бы, он многого достиг. И собственным талантом заработал огромное состояние, которое исчисляется десятками миллионов. Основной костяк аудитории Сергея состоит из так называемых «мам-генералов». То есть это особая такая категория, которая на концерте по команде может кинуть не пыжиковую шапку, как у Стаса Михайлова, а дорогое цаболиное жабо. При этом Пенкин, несмотря на баснословные гонорары, как будто так и остался в тени и заработал больше врагов, чем друзей. Певец словно нарочно портит отношения с сильными мира шоу-бизнеса. Ну вот он в интервью, например, как-то сказал, что музыка русского радио вызывает рак ушей. Что после этого ожидать? Уж точно не горячих ротаций. Кто знает, может быть, после этих высказываний песни Пенкина стали реже звучать на радио. Так они могли бы стать хитами, просто их не брали на радиостанции, считая, что это не формат. Почему не формат? Ну, потому что это я. И это не единственная история. В начале 90-х Сергея Пенкина пригласила в гости сама Алла Пугачева. Артисты на тот момент были готовы многое отдать за шанс примкнуть к Свите Примадонны. А Пенкин почему-то сбежал, оставив певице на память шарфик. Какое-то ощущение... Я даже не знаю, как найти это слово правильно. Холодно? Ну, холодно, да. Пусть будет холодно, да. Ни я их не понимаю, ни они меня не понимают, и поэтому я старался быстро оттуда уйти. Досталось от Серебряного принца и Николаю Баскову. Сергей считает, по идее, натуральный блондин у него в долгу. Дело было так. По словам Пенкина, Николай пришел к нему на концерт и услышал, как тот исполняет песню памяти Каруза. Басков вдохновился, взял композицию себе в репертуар и прославился. Да, действительно, память Каруза – это песня одна из главных в репертуаре Николая. То есть некая зависть присутствует. У Сережи Коли была главная претензия, что ему все очень легко досталось. Ты любишь творчество Баскова? Можно я промолчу? Нет, нельзя, надо сказать, любишь или не любишь. Не люблю. Ну, потому что я считаю, что на сцене должны быть талантливые, а не блатные певцы. И вот в 2016 году у Пенкина появилась реальная возможность осуществить свое желание. Теперь он воспитывает тех самых талантливых, а не блатных. Сергей открывает свою вокальную школу, где учит маленьких артистов секретом мастерства. Поняли, какая разница? Сразу голос зазвучал. Перед суперзвездой малыши трепещут. Вот как-то у меня пришла одна ученица, она говорит, я на конкурсе не боюсь так, как я, когда вы приходите на урок, я, говорит, боюсь, зачем я бояться. На обучение к Сергею выстраивается очередь. Концерт Пенкина в Пензе еще не начался, а его за кулисами уже поджидает юный фанат и, возможно, будущий ученик. Вы сейчас на концерте будете, а завтра мы тогда позанимаемся. И я скажу, какую музыку ему слушать. Пенкин никогда не отказывает в помощи. Он помнит, с каким трудом он пробивал себе дорогу на сцену. Помнит, каково это быть провинциалом, который только приехал в Москву и не знает, где будет спать этой ночью. При этом Пенкин ни разу не унизил себя, не просил почести и наград. И даже когда в родном городе его не поздравили с получением звания заслуженного артиста, не стал устраивать скандал. Жаль, конечно, ни с администрации города, ни Министерства культуры даже не пришло поздравить меня. Вот это ужасно. Он очень обижался, что, например, в той же родной Пензе его, а он очень гордится, что он из Пензы, он всячески это поддерживает. Например, вот когда происходит День города, позвали там Киркорова, например, наступать, а не его. Условно говоря, пригласить Киркорова статусно, а пригласить Пенкина не статусно. Почему-то непонятно. И пока сильные мира шоу-бизнеса решают, кто статуснее и меряются количеством регалий, Серебряный принц скромно и с достоинством дает свои концерты для тех, кто его чувствует и понимает. Субтитры сделал DimaTorzok